Продолжаем деловое утро на телеканале РБК. 100 лет с начала Первой мировой войны. Первой не только по масштабу. В ней участвовали 38 государств из 59 существующих, но и по числу погибших. Воевали 73 миллиона солдат и офицеров. Телеканал РБК подготовил серию специальных репортажей, посвященных печальной дате. Они будут в эфире в течение всей недели. Сегодня мы расскажем о гонке вооружений, а также о том, как работали пропагандистские машины в Великобритании и других странах. «Любой купленный немецкий товар – это непроданный английский товар», – так гласила надпись на одном из самых известных британских пропагандистских плакатов времен Первой мировой войны. Экономическое соперничество между Великобританией и Германией, развернувшееся в начале 20 века, 4 августа 2014 года переросло в военное противостояние. В этот день Англия, до последнего момента заявлявшая о нейтралитете, объявила немцам войну. «Великобритания и Германия уже давно вели гонку морских вооружений, соревнуясь друг с другом в строительстве кораблей. И Британия потихонечку понимала, что начинает проигрывать эту гонку. Пока еще Британия доминировала, была сильнее Германии на море, но темпы, которые заданы были Германии и Британии, уже потихонечку выдерживать переставало». Крупнейшая колониальная держава 19 века оставалась ею и в веке 20-м. Но это же поставило Англию в полную зависимость от внешних поставок сырья. Одновременно Германия и Соединенные Штаты начали опережать ее по темпам роста. США вышли вперед по производству чугуна и добыче каменного угля, а Германия опередила по выпуску стали. Доля Великобритании в мировой торговле сократилась с 22% в 1870 году до 15% в 1913. К началу Первой мировой Англия перестала быть мировым промышленным лидером, а расходы на гонку вооружений съедали до половины бюджета. Даже после того, как Россия и Австро-Венгрия оказались на пороге вооруженного конфликта, правящие круги в стране не могли прийти к единому мнению, стоит ли англичанам воевать. Во всех странах, без исключения, раздавались голоса, причем достаточно авторитетных военных специалистов, которые говорили о том, что война будет длительной, отнюдь не до первого листопада, к Рождеству домой никто не вернется. И надо готовиться к тому, что это будет война не только вооруженных сил, а это будет война, требующая напряжения всех усилий государства. С началом войны в Лондоне отказались от принципа невмешательства государства в частный бизнес, к которому Англия стремилась прежде. Государственное регулирование экономики усилилось. Гражданские заводы массово переводили на производство военной продукции. Благодаря этому производство винтовок с 20 тысяч в 2014 году выросло до 853 тысяч к 2016, а пулеметов с 2015 по 2018 годы с 6 тысяч до 121 тысячи. Газеты пестрели пропагандистскими статьями и плакатами «Ты нужен своей стране!» призывал фельдмаршал Китченер с одного из них. Через несколько дней после появления этой агитки на призывные пункты явилось свыше 100 тысяч добровольцев. В Британии не было всеобщей воинской обязанности до 16-го года, только в 16-м году февели, а до этого армия британская была добровольной. И для того, чтобы привлечь достаточное количество добровольцев, британцам приходилось принимать очень серьезные меры. И там агитация была направлена на то, чтобы создать некое настроение в обществе, прежде всего. Не просто привлечь новобранцев, а создать настроение в обществе, которое бы заставляло даже людей вступать. По сравнению с другими странами, английская армия была небольшой – 400 тысяч человек. Зато Великобритания обладала крупнейшим в мире военно-морским флотом. Впрочем, он не всегда мог помешать немецким кораблям обстреливать английские прибрежные города. А в 1915 году немцы впервые скинули с дирижаблей бомбы на Лондон. Через год Германия развернула полномасштабную подводную войну. Немецкие подводные лодки потопили три английских броненосца. Понадобилась помощь союзников. Надо сказать, что Россия с готовностью откликалась на все просьбы союзников. Логично и чем могла, тоже оказывала помощь. Например, известно, что когда у английского флота возникли некоторые проблемы. С минным оружием, то Россия с готовностью, как Россия была в то время признанным лидером в этом деле, то Россия с готовностью отгрузила Великобританию большую часть своего минного запаса и снаббила союзников соответствующей документацией для того, чтобы они могли самостоятельно дальше эту проблему решать. К 1918 году настроения в английском обществе изменились. Пропаганда перестала быть эффективной и патриотизм угасал. Но и Германия была уже не в силах продолжать войну и в 1919 году подписала унизительный для себя Версальский договор. В Великобритании отошли часть германских колоний и территории бывшей Османской империи. Но страна, бывшая до войны крупнейшим кредитором, после нее оказалась должна почти 8 миллионов фунтов стерлингов. А финансовый центр переместился из старого света в новый, в Соединенные Штаты Америки. Пожалуй, единственную страну, которая в Первой мировой за счет поставок вооружений и продовольствия смогла обогатиться. Продолжение следует...